Здравия желаю! Это вторая часть серии о парке Патриот и выставке Рособоронэкспо. Форум является уникальной базовой платформой для демонстрации лучших достижений научно-технической мысли, воплощенных в современных и перспективных образцах интеллектуального оружия, военной техники и технологии, в проектах в области строительства и материально-технического обеспечения, а также для предприятий, готовых вступить в линейки кооперации различных уровней в интересах обороны промышленного кромполекса. На территории парка собраны музей авиации, музей бронетанковой техники, музей артиллерии, спортивные сооружения, спортивные тренажеры, исторические выставки, экспозиции образцов вооружения и техники. Цели форума это 1. Содействие техническому переоснащению и повышению эффективности деятельности Министерства обороны РФ, 2. Стимулирование инновационного развития обороны промышленного комплекса РФ, 3. Стимулирование деятельности молодых перспективных специалистов научно-исследовательских организаций Минобороны России и ОПК, 3. Развитие военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государствами, 4. Патриотическое воспитание граждан. 5. Формирование позитивного имиджа Минобороны России как современной и динамично развивающейся структуры и популяризацию службы в вооруженных силах Российской Федерации. В рамках форума я хочу дать старт фестивалю робототехники и эволюционных технологий. Министерство науки высшего образования Российской Федерации считает, что практические навыки, наработанные в рамках соревнований, первенств в области робототехники позволяют людям получить дополнительные навыки, практические, которые пригодятся в реальной жизни. Мы знаем, что российская армия, силовые структуры, другие ведомства остро нуждаются в специалистах, которые могут управлять роботами, роботехническими комплексами, могут их делать сами, могут разрабатывать. В павильоне робототехники представлены факультеты от Университета Синергия, Балтийского государственно-технического университета ВНМЕХ им. Устинова, Научно-исследовательского института механики им. Ломоносова и Московский государственный технический университет Станкин. Мобильные роботы способны независимо функционировать в общем рабочем пространстве вместе с людьми, эффективно выполняя рутинную трудоемкую работу или задачу в ней физически. В павильоне бионика и нейротехнологии представлены Институт физики полупроводников Ржанова, Фармпринт, МГУ, Аванти Групп. Робототехника широко применяется для сборки бытовой электроники, а также для перемещения, загрузки и разгрузки электронных комплектующих и печатных плат. Высокоточные РТК помогают работникам повысить производительность. Робототехника нашла применение в широком спектре лабораторных испытаний, которые требуют высокой точности и концентрации. Автоматизированная система помогает получить наиболее надежные данные. Если позволить роботу выполнять однообразные рутинные задачи, то исследователи смогут сосредоточиться на более сложной работе. Коллаборативные роботы служат основой для обучения работе с автоматикой в школах, колледжах и технических вузах с целью подготовки квалифицированных специалистов. Акционерное общество «Объединенная судостроительная корпорация» учреждено 21 марта 2007 года. В холдинг входит около 40 проекта конструкторских бюро и специализированных научно-исследовательских центров, верфей, судоремонтных и машиностроительных предприятий, на базе которых консолидирована большая часть отечественного судостроительного комплекса. Предприятия ОСК работают во всех крупных портово-транспортных узлах Федерации. От Калининграда до Хабаровска, от Мурманска до Астрахани трудится около 95 тысяч человек. Практически все боевые корабли, строящиеся и разрабатываемые для ВМФ России и на экспорт, являются плодом труда конструкторских бюро группы ОСК. 100% акций ОООСК находятся в федеральной собственности. Кронштадтский морской завод основан в 1858 году. Морской завод отремонтировал более 10 тысяч кораблей и судов. Среди них первые отечественные броненосцы, первые мореходные миноносицы «Взрыв», крейсеры «Аврора», «Варяг», линкоры «Севастополь», «Октябрьская революция», эсминцы типа «Новик», «Подводные лодки», «Ледоколы», «Ирмак» и «Красин» и многие другие. Входит в состав ООО «Объединенная судостроительная корпорация». ООО «Адмиралтейские верфи» – базовое предприятие судостроительной отрасли. В строительстве находятся 4 серии подводных лодок для иностранных ВМС и ВМФ России. Возобновлено строительство подводных лодок 4-го поколения проекта 677 «Лада» Кронштадт. В постройке также находится спасательное судно «Игорь Белоусов», предназначенное для спасения экипажей аварийных подводных лодок со спасательным аппаратом «Бестер-1» и глубоководным водолазным комплексом на борту. ООО «Выборгский судостроительный завод» – одно из крупнейших судостроительных предприятий в северо-западном регионе России. Верфь с более чем 65-летним опытом работы. С момента основания верфи построено 210 судов различного назначения, 9 морских буровых платформ и 105 модулей верхних строений платформ для разработки нефтегазовых месторождений. Завод «Красное Сормово» основан в 1849 году. Около 2000 судов гражданского флота построил завод за всю свою историю. Более 300 подводных лодок и спасательных аппаратов, включая 25 атомных, построено и модернизировано на Красном Сормове за 75 лет. Акционерное общество «Научно-исследовательское проектно-технологическое бюро «ОНЕГО» – одно из ведущих проектно-технологических организаций в российской судостроительной промышленности. Организация была создана для решения задач ремонта АПЛ второго поколения. АО «Невское проектно-конструкторское бюро» – старейшее бюро надводного кораблестроения в России. «Невское ПКБ» выполнило проект большого десантного корабля 11711. Акционерное общество «Производственное объединение Северное машиностроительное предприятие» – единственная верфь страны, осуществляющая строительство атомных подводных лодок для ВМФ Российской Федерации. Акционерное общество «Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит» разрабатывает подводные суда для арктической транспортной системы, морские нефтедобывающие платформы, подводные технические средства по исследованию и ведению работ на морском шельфе. АО «Средненевский судостроительный завод» – лидер композитного судостроения в России и единственное в стране предприятие, освоившее строительство кораблей и судов из четырех видов материалов – композитные материалы, судостроительная маломагнитная сталь и алюминиево-магнитные сплавы. На предприятии освоена современная технология изготовления корпусов из композитных материалов методом вакуумной инфузии. Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» основано в 1949 году и российский лидер в проектировании скоростных ударных и патрульных кораблей, катеров и судов специального назначения. С момента образования в 1901 году АО «Центральное конструкторское бюро морской техники Рубин» деятельность компании неразрывно связана с обеспечением обороноспособности государства. По проектам ЦКБ МТ «Рубин» построено более 80% подводных лодок, входивших в разное время в состав ВМФ СССР и России, включая несколько поколений стратегических подводных ракетоносцев. Разработанные ЦКБ МТ «Рубин» подводные лодки составили основу российского экспорта военно-морской техники и обеспечили России достойное место в этом сегменте мирового рынка вооружений. АО «Десятого ордена Трудового красного знамя судоремонтный завод» расположен на входе в Кольский залив Баренцево море, незамерзающей к акватории Пала Губы с глубиной до 50 метров. Предприятие является стратегическим и градообразующим для города воинской славы Полярной. Через город идет связующая магистраль с областной столицей – Мурманском. АО «Тридцать третий судоремонтный завод» – один из уникальных судоремонтных комплексов Российской Федерации. Завод расположен в самом западном городе России – Балтийской, Калининградской области, на южном берегу Балтийского моря, на пути морских транспортных маршрутов из Санкт-Петербурга, стран Балтии и Скандинавии, в порты Европы и обратно. Разработка стратегического мобильного комплекса «Тополь» с трехступенчатой межконтинентальной баллистической ракетой, пригодной для размещения на самоходном автомобильном шасси, была нарушена в Кольский заливом. Начата 19 июля 1977 года в Московском институте теплотехники под руководством главного конструктора Александра Надирадзе в 1975 году. Подвижную пусковую установку на колесном шасси разработал ЦКБ «Титан» при Волгоградском заводе «Баррикады». Автономная инерциальная система управления разработана в НПО «Автоматики» и «Приборостроение» под руководством Владимира Лопыгина. Система прицеливания разработана под руководством главного конструктора Киевского завода «Арсенал» Серафима Парнякова. Головная часть моноблочная, ядерная, весом около 1 тонны. В состав головной части входит двигательная установка и система управления, которая обеспечивает круговое вероятное отклонение КВО 400 метров. Ядерный боезаряд создан во Всесоюзном НИИ экспериментальной физики под руководством главного конструктора Самвела Кочарянца. Управление полетом ракеты осуществляется за счет поворотных газоструйных и решетчатых аэродинамических рулей. Ракетная 15G58 производится в Воткинске. Весь срок эксплуатации ракеты 15G58 проводят в герметизированном транспортно-пусковом контейнере длиной 22 метра и диаметром 2 метра. В качестве шасси пусковой установки мобильного комплекса использовался 7-осный МАЗ-7912, 15У128.1, позднее МАЗ-7917, 15У168, колесной формулой 14х12, завод Баррикады в Волгограде. Эта машина Минского автозавода оснащена дизелем мощностью 710 лошадиных сил Ярославского моторного завода. Главный конструктор ракетовоза Владимир Цвиалев. Масса пусковой установки с ракетой составляет около 100 тонн. Боеготовность, время подготовки к старту с момента получения приказа до пуска ракеты была доведена до 2 минут. 27 октября 1982 года в рамках первого этапа состоялся первый единственный пуск ракеты 15G58 с полигона Капустин-Яр. 29 ноября 2005 года был осуществлен учебно-боевой пуск МБР РС-12М «Тополь» мобильного базирования с консомодрома Плесецкого направления полигона Кура на Камчатке. Ракета простояла на боевом дежурстве 20 лет. Это первый случай в практике не только отечественного, но и мирового ракетостроения. Успешно осуществлен пуск твердотопливной ракеты, находившейся столько лет в эксплуатации. Сначала вот так, куда ты руки суешь, нагадливые чувики по зубам отривешь. А ну-ка с правой ноги держись смелее, давай. Нога дошевели и рот не развивай свободнее. Вот так и два шага вперед, теперь присядь пониже и поворот. Я люблю гуни-гуни, я люблю гуни-гуни. Чтобы настоящий из тебя вестан, ты должен приятел, нормально танцевать. Ты должен знать, что такое канадский стиль. Здесь всё всерьёзно, здесь тут только не хотрелись, А там лыишь, а если не на русле дырой, Попробуй научиться палить и золотой. Ты любишь буги-буги? Ты любишь буги-буги? Ты любишь буги-буги? Вперёд, бомни-бомни? Вперёд, бомни-бомни, мы на столе бомни-бомни! И кешли! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok